Здравствуйте в прямом эфире на репортере новости четверга в Одессе и регионе. И начнем с главного, с громкого скандала. Директора приюта Светанок снимут с должности. Подтвердилась информация в приюте 16-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика и по ночам приставал к другим детям. Сейчас это дело находится на контроле у прокуратуры. Дать правовую оценку они обещают и действиям сотрудников. Приюта подростка уже отправили в псих-лечебницу. Но если будет доказано, что он вменяем, насильник понесет наказание как взрослый. Анна Городенцева продолжит актуальную тему. Можно заведующую? Это исключено. Она сказала никого не пропускать. А почему? А мы не просим нас пропускать. Пусть она к нам выйдет. Здесь в приюте журналистам не рады. В интернете появилась информация. Светанки систематически старший воспитанник насилует младших. Вот результаты проверки комиссии в учреждении. Стало известно, что у Светанка в нашем притулке действуются какие-то действия, что есть неповнолетний, кому 16 лет. Он без одежды там бегал по притулку. Начали спілкуваться с директором. Стала известно еще информация про то, что где-то месяц назад этот же неповнолетний скоил певные насильницкие действия относительно других неповнолетних. Нашел подтверждение факта насильницких действий 16-летнего подлета, который там находил, относительно неповнолетнего, который там был и другого неповнолетнего, но он не произошел. Это то, что комиссия остановила. Я являюсь сотрудником частного агентства. Этот объект находится у нас на охране, и мы просим вас покинуть территорию, так как вы... Вы выполняем наши профессиональные функции. Ваши профессиональные функции вы будете выполнять за территорией. Вы не будете указывать, где нам выполнять наши функции. Это не входит в ваши полномочия. В ваши полномочия тоже не входит в повышение. Уважаемые функции, средства массовой информации читаете. Да, и о проникновении на частную собственность тоже. После нескольких часов ожиданий и попыток прогнать журналистов, заведующая приютом все-таки дала интервью. По этому вопросу я комментарии давать не буду. Идет сейчас следствие. Поэтому этот вопрос я никоим образом освещать не буду. Я сделала так, как я должна была сделать. Что вы сделали? Я заявила в полицию. Как только? Как только эта ситуация выяснилась. Единственное, что я могу сказать, ребенок в приюте периодически находился. Периодически. А в общей сложности он уже около трех с половиной лет у нас. Время от времени? Мальчик, это да. По своему состоянию здоровья из-за кардиологии. Сейчас 16-летний Дима находится в психлечебнице. В прокуратуре говорят, если окажется, что подросток психически меняем, он понесет наказание, как взрослый. А это до 15 лет лишения свободы. Это век криминальной ответственности. Это, в общем, он уже подпадает по своему веку, под криминальную ответственность. Тем более, что это тяжкий злочин. Порядом с этим уже вивчается его психический состояние в одном из лікарняных закладов. И, конечно, через суд мы будем вертаться уже сегодня с призначением психолого-психиатрической экспертизы. То есть, в каком состоянии, какой стан, осудная эта людина или нет. И в каком состоянии она была, когда она совершила, если она совершила эти действия. Понести ответственность могут и сотрудники приюта. Также открыто уголовное производство по факту сокрытия изнасилования. Если на основе этого следствия будут выявлены особи или будут выявлены дополнительные факты, что свидетельствуют, что есть знаки правопорушения и злочин, то установленные особи, что их сделаны, будут притягиваться до ответственности. Пострадавшего мальчика, 8-летнего ребенка, перевели в другой приют в другой области Украины. А заведующую святанком сегодня пообещали уволить. «Притулок – это место тимчасового облаштования детей. Воно рассчитано на три месяца. Дана дитина была облаштована в червьем месяце. То есть, строк уже всплыв. И дитина не статусна, не позбавлена батьківского опеклувания. И поэтому она выехала до того места, откуда она до нас приехала. То есть, все организационные моменты. «Принято такое решение про освобождение. Как только все будет сделано, мы вам поведомим. То есть, понимаем, что кадровые вопросы, оно больше гострое и актуальное. Но мы не оставим притулок без руководства. Это однозначно. Потому что там вопросы, питание детей, другие заходы, оплата работы. То есть, руководитель будет». Это уже второй громкий скандал святанки за последние два месяца. В августе 6-летняя девочка рассказала, что ее обижают воспитатели и старшие дети. Тогда-то и началась проверка, которая выявила еще более вопиющий факт. В ходе инспекции отстранили тогдашнюю главу службы по делам детей. Но сама Алла Кирияк на своей страничке в Фейсбук заявила, что ушла с должности по своей воле. А все, что касается скандала святанки, клеветам. Анна Городенцева, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер. И к другим событиям в Одессе поймали пляжного воришку. Не повезло сотруднице одной из торговых площадок на 13-й станции Фонтана. На рассвете, когда палатка была еще закрыта, преступник, вооружившись ножом, проник вовнутрь, застал там продавщицу и, угрожая ей холодным оружием, обчистил кассу. Также он заставил женщину снять золотое кольцо с пальца, а заодно и прихватил с собой продукты, которые продавались в торговой точке. Когда грабитель скрылся, женщина обратилась в полицию. Оперативники быстро отыскали преступника. Задержанный оказался жителем Кировоградской области. В своем регионе он находился в розыске, а в Одессе жил под открытым небом в одном из парков. Теперь воришке грозит тюрьма сроком от 7 до 12 лет. Через несколько годин співробітниками оперативного підрозділу київського видеополиції його було затримано. И сегодня утром правоохранители обратили внимание на рыбака, который распивал спиртное в одном из парков Суворовского района. Полицейские решили составить админпротокол и случайно в сумке у мужчины обнаружили взрывчатку. На место происшествия выехала следственная оперативная группа Хаджибейского отделения полиции, а также взрывотехники. У злоумышленника изъяли предмет с надписью «Тротиловая шашка вес 400 граммов», а также 13 патронов, которые впоследствии при обыске нашли у него дома. За указанным фактом Суворовским отделом полиции, распочато криминальное проведение за статтею 263 Криминального кодекса Украины. Сейчас продолжается судовое расследование, установлено место, где человек купил забороненную вещь. Теперь нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Бизнес-центр Покровский на Жуковского сегодня днем заминировали. Поступил звонок с неизвестного номера. По телефону полицейским сообщили, что взрыв в здании произойдет через полчаса. Отрезок улицы Жуковского от Екатерининской до Александровского проспекта перекрыли. Правда, большинство прохожих предупреждения об опасности игнорировали. Спокойно проходили сквозь сигнальную ленту. На месте работали спецподразделения взрывотехников и кинологов. Бомбу в бизнес-центре вполне ожидаемо не нашли. Стрельба на поселке Котовского вчера вечером на улице Высоцкого. Котовского неизвестный несколько раз выстрелил в общественника Андрея Вагапова и скрылся с места происшествия. Подробнее об инциденте расскажет корреспондент репортера Моя коллега Лилия Гарапашная. Раздались выстрелы. В момент третьего выстрела я уже падал. Потому что мне подбило ногу вот эту вот. И она просто подкосилась. То есть выстрела было всего четыре. Одесский активист Андрей Вагапов прошел всего 15 метров от своего дома. Говорит, даже успел запомнить лицо стоявшего возле парадной мужчины, который спустя несколько минут стрелял в него, находясь за его спиной. С места происшествия с рваными ранами обеих ног общественника забрала скорая. В левом бедре у Андрея Вагапова застряли осколки. Извлечь их на момент госпитализации, когда он был, невозможно, потому что они находились глубоко. То есть если бы их достать, мы бы, ну скажем так, они очень мелкие, мы бы гораздо больше вреда причинили, чем пользы. Поэтому было принято решение госпитализировать его под наблюдение, для предоперационной подготовки в наше отделение инвазивных методов диагностики и лечения с целью подготовки к оперативному лечению. После операции осколки передадут на экспертизу. Сам пострадавший предполагает, что нападение связано с его общественной деятельностью. Он неоднократно выступал против незаконного строительства в городе. Таким образом, считает активист, хотели запугать. После этого были угрозы мне пару месяцев назад. Пришла информация о том, что будут на меня покушения. Инициированы они будут одним из командиров северских батальонов. Но если бы это они, то там бы уже, наверное, ликвидировали. А тут, как таковое, по формату повреждений, это убирание меня с доски. Попытка. О том, что активиста хотели запугать, допускают и в полиции. Уже известно, что стреляли в него из оружия системы ФЛАБЕР. Продается оно совершенно свободно. Есть оборудованные представления, что она подсказана через залякувание, через его громадскую активность, через какие-то особисти по бытовой справе имеются на увазе, или конфликты по бытовой представлении, или любые другие отношения. Все версии проверяются. Я надеюсь, что незабаром особа, что в чиновник это правопорушение будет затримана и притянула до ответственности. Сейчас ведется расследование. Выясняются обстоятельства, возможные мотивы нападения, а также личность и местоположение злоумышленника. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Нападавшему может грозить от трех до семи лет лишения свободы. Лилия Горопашная, Павел Сычевский, Алексей Прокопенко, Телеканал Репортер. Поговорим о последствиях непогоды. После первого осеннего дождя с ветхих одесских зданий начали осыпаться фасады. Сразу три дома лишились нескольких фрагментов старой штукатурки на Пантелеймоновской. Упала часть балкона, на лейтенанта Шмидта обвалились элементы фасада, а на торговой обрушился большой фрагмент карниза. Его уже убрали. К счастью, никто в результате этих обрушений не пострадал. К тому же вчера вечером в разгар грозы на Екатерининской в дерево угодила молния, ствол платана начал дымиться. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно и ликвидировали возгорание. Тем временем жильцы дома номер один на Екатерининской возмущены последствиями ремонта кровли. Они утверждают, работы были проведены некачественно. Реставрация памятника архитектуры национального значения обернулась для них настоящим кошмаром. Во время дождя затопило квартиры на верхних этажах дома, а вода с крыши текла прямо по стенам квартир. Вчера был затоплен весь третий этаж. Чердак был затоплен. И ночью там ходили ребята, ходили на крышу и делали там что-то, потому что они сделали, ну так загнули, а слив не сделали. И там, по сути говоря, озеро на крыше образовалось. Вот этих вот стоки, что ведут, как они называются, желобки, которые должны везти в трубу, ничего нету. Все бежит прямо в постельник. Житель третьего этажа дома, у которого водой залило потолок и стены, винит рабочих. Те, в свою очередь, утверждают, что все выполнено в соответствии с нормой. Где здесь контррейка? Это мы накрыли только что, чтобы дождь не пошел. Хорошо, где контррейка? Сейчас иди покажи. Где? Вот, вот здесь. Иди покажи. Так здесь не покажи. Так я там не ложил, я накрыл. Ага, вот. Хорошо, не ложили. Вот с этого и надо начинать. Гидробарьер, вот он стоит. Видите, штыковка. На такой длине гидробарьер должен ложиться только вдоль стропилки. Вот так. Вот, вы говорите, качественная забита. Что эти гвозди держат, кого они держат. Ремонт фасада, здания и крыши стартовал в июне. За три месяца местным жителям так и не удалось связаться с подрядчиком. На месте проведения работ нет ни информационного счета с названием исполнителя работ, ни телефонов, ни сроков начала и окончания капремонта. Репортер вместе с жильцами дома теперь планирует выяснить, кто же занимается в горе ремонтом и, соответственно, должен возместить ущерб. Хорошо, ради бога. Я что, спорю? Не помню. Полиция объявила в розыск бандитов, которые подозреваются в похищении человека с целью получения выкупа. Двое сообщников – граждане Украины, остальные – российские подданные. Правоохранители теперь просят всех, кто мог видеть этих преступников, поделиться информацией о местонахождении указанных лиц. Любые данные могут помочь в поисках. Полицейские просят сообщать сведения по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. И продолжается рассмотрение дела об убийстве сотрудницы следственного изолятора Алены Порошенко. В четверг суд продлил меру пресечения обвиняемому, оставил его в СИЗО еще на два месяца. Василий Чемерис, в свою очередь, объявил сухую голодовку прямо в зале Малиновского райсуда. Я сегодня, на ИВАЭСе, объявил голодовку, я объявил сухую голодовку. Я отказываюсь от всего. Вот, заявок еще не есть. В шумах участники процесса суд определяется и наращивание НАТО для охвалы непредвиденного решения. Ранее подсудимый открыто заявил, что заказ на убийство поступил к нему от старшего оперуполномоченного СИЗО Александра Никитина. Чемерис уже отсидел 14 лет за аналогичные преступления, а когда вышел на свободу, то был практически сразу же задержан за разбой. Очередное преступление рецидивист совершил 17 августа прошлого года. Он убил и расчленил младшего инспектора отдела режима охраны Алену Порошенко. Теперь ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы. И другое резонансное судебное заседание. Подозреваемые в хищении полумиллиона гривен, выделенных из бюджета на реконструкцию лагеря Виктория, Станислав Чернышев не явился в суд. По словам его представителей, мужчину якобы не предупредили о заседании заранее. При этом его адвокат, а также отец, который проживает с ним в одной квартире, в суд явились. Он вчера, после этого всего, что он прочитал, он ушел с нервной страницы. Немножко, да. Я вчера его видел, все, сегодня утром мы пытались с ним сказать, пока что, если есть возможность, там перенести. Но вы понимаете, что это как минимум уже расценивается то, что в действительности есть риски по этому головному производству? У вас не так не является? Вы, во-первых, не знаете, что сегодня заседание? Да, конечно. Вчера ему звонил следователь, ставил беззвездный. Вы знаете, он не знает. Вы живете с ним по одному адресу. Так, как заявился его отец, мабуть, все-таки они знали, что сегодня призначено судовое заседание. Больше того, даже с защитником не зазначено, из каких причин он не заявился сегодня. Поэтому, на мою думку, это не по важной причине, потому что адвокат заявился, батька заявился, а однако подозрения он не имеет. Нибо-то он не знал про судовое заседание. В итоге заседание перенесли на пятницу. Подозрение о присвоении 500 тысяч гривен из городского бюджета и подделке документов директору предприятия, которое занималось реконструкцией лагеря «Виктория», вручили во вторник. По информации прокуратуры, руководитель субподрядной организации завысил стоимость ремонтно-строительных работ. «Ми звернулися з коопитанням про обрання запобіжного захвата у вигляд тримання під вартою, з визначенням, так як цей злочин не є насильницким, то суд зобов'язані встановити розмір застави. Тому органи прокуратури разом з слідчим підрозділом в своем коопитании зазначили про уразі обрання запобіжного захвата у вигляд тримання під вартою визначити розмір застави, який буде складати 4 мільйон гривень. Подавати цей питання, будемо його мотивувати в судовому засіданні. Вважаю, що суд повинен його задоволити, тому що є підстави для його задоволення». Гриб атакує. В Україні циркулирують два нових штамма віруса – Сингапур і Колорадо. Експерти кажуть, у одеситів імунітет к этим видам заболівання не выработан, тому советують сделать прививку. Вакцина против этих экзотических вірусів появится на прилавках аптек только к концу сентября. А вот вспышку заболіваний медики прогнозируют на середину осени. «Когда заходять нові віруси, то, естественно, і заболіваємість увеличивається. Эту вакцину будуть приобретати територіальна администрація для груп, рископ, предприятий. Сами жителі області будуть приобретати эту вакцину. Поэтому на сьогоднішній день, в общем, така складається ситуація. Буде зависити от того, якщо население більше прив'ється, значить більше буде защита». Движение транспорта в районе 5-й станції «Фонтана» снова изменится. Связано это с началом второго етапа капремонта. Теперь ограничат движение части перекрестка со стороны 6-й станції, а вот со стороны 4-й наоборот возобновят. Таким образом, с 10 часов вечера в пятницу откроют движение по привычным маршрутам – 129-му, 137-му, 146-му, 185-му и 242-му, а также 5-й, 7-й и 9-й троллейбусы. До 16 октября по направлению движения к ЖД вокзалу от 5-й станції «Фонтана» на улице Черняховского, проспекту Шевченко и далее по маршруту будут курсировать троллейбусы номер 10 и 11. В связи с приостановлением работы 18-го трамвая обеспечена работа автобусного маршрута номер 18Т, 16-я «Фонтана» Куликово поле, правда не по 3 гривны, как трамвай, а по 7. По схеме движения 19-го трамвая будет работать один автобус. И напоследок о приятном – великодушие и человечность просто на перекрестке. На улице Мариинской в Одессе молодой мотоциклист остановил движение транспорта для того, чтобы перевезти через дорогу слепого мужчину. Заснял поступок парня, видеорегистратор автомобиля, который расположился сзади. В сети кадры поступка одесского мотоциклиста посмотрели уже более 15 тысяч человек. Отзывы только положительные. Таким был насыщенный информационный четверг в Одессе и регионе. Оставайтесь репортером. Далее блоки украинских и международных новостей. Не переключайтесь с нами. Интересно. Счастливо.